Добрый вечер, господа, друзья! Приветствую вас обратно на моем канале. Сегодня мы вместе будем печь котлеты. Но котлеты не обычные, они будут с начинкой. С начинкой из капусты свежей. То есть мы получим заодно и котлету. Котлета как котлета, но и сразу будет закуска. Так, капуста тоже там будет внутри. Получается, поверьте, очень вкусно. Не очень сложно. И зная мою лентяйность, я лентяйка страшнейшая. Потому что мне не нравится ставить у плиты и ждать пока котлеты будут печься на сковороде. Я их буду печь в духовке. Разом, все, положу в духовку. Поэтому я уже нагрела духовку. И будем это дело делать в духовке. Ничего там сложного нет. Все будет довольно быстро. Ну вот, начнем. Итак, господа, друзья, нам понадобится. Ну, где-то неполный килограмм фарша у меня здесь. Я не знаю, там 900 грамм примерно так. Соль, перец по вкусу. Я буду добавлять еще вот такую приправу для... Специальная приправа для молотого мяса. Два яйца. Четыре луковицы. Репчатого лука. Немножко сметаны. Не очень много. 200 грамм белого хлеба. Я его замочила в горячей воде. Он уже намек. Его можно пропустить через мясорубку. Но я опять лентяйка. Я просто его руками размельчу. И будем добавлять к котлетной массе. Ну и вот один качань свежей капусты. Вот это все. Вот. Начнем. Немного. Начнем с капусты. Нам понадобится, ну, примерно, ну, полкило 400 грамм капусты. И сейчас попробуем ее нарезать. Ну, вот так получилось. Примерно. Я всю, весь этот качан. Теперь лук нарежем. Тоже. Нет, два с половиной пойдут на мясо. И полтора пойдут на начинку. Ну, вот так получилось. Здесь два с половиной, здесь полтора лука. Сейчас измельчим яички. Хлебушек надо слить в водичку сперва. Если такова там есть. И немножко их отжать. Чтобы они не были такими мокрыми. И вот я их выложу. У меня тут в основном такие, как... Ну, начало хлебушка. Я не знаю, как это по-русски. Теперь я его просто вот так накрошу. Можно, конечно, и через мясорубку. Ну, вот. И это измельчили. И я добавляю к мясу. Теперь я буду обжаривать лук. Вот сейчас буду обжаривать там, где два с половиной лука. Это для начинки. А на второй сковороде я обжарю начинку для молотого мяса. Видите, лук стал таким светло-коричневым. И мы добавляем капусту. И сюда немножко я добавлю водички. Потому что нам надо будет тушить. Добавляю водичку. Пока тушится капуста, я переложила мясо в большую ёмкость. Мясо и вот... Ну, хлебушек. И нам его надо хорошо размешать. Чтобы мы получили хорошую петлетную массу. Добавим перчик. Приправу для молотого мяса. Ну, и соль, конечно. Вот наша капустка тушится. Немножко меньше огонь. И я добавила немножко соли. Я посолила. И немножко, буквально, ну, одну столовую ложку петрушки все же добавила. У меня была сушеная петрушка. Значит, посолила и добавила сушеную петрушку. Вот. Он здесь тушится. А здесь у нас обжаривается для мяса лук. Ну, я думаю, он тоже уже хватит. Я его буду снимать. И буду добавлять вот здесь котлети. Сейчас руками очень трудно, потому что лук горячий. Я к ней добавлю вот яички. Жану потушим вместе с яичками. Ну, вот. Я думаю, это будет готов уже. Я его пропущу через дуршлаг, чтобы он... Вот, через ситечко, чтобы он... Стекла водичка. Ну, вот сейчас я выложила на противень бумажечку. Я ее намажу маслом. И буду выкладывать мясо. Буду выкладывать ровно половину того, что я имею здесь. Половину. Я разделю на две части. Вот. Вот на это мы выкладываем капусту. Я ее... Я уже говорила, я ее... Ну, слила водичку. Вот здесь на нее выкладываю свежую капусту. Ну, вот. И сверху еще мясо. Сверху остальное мясо. Сейчас... Добавлю сметану. Сметану вот такие. Я просто кину вот такие. Вот. И лопаткой вот так. Просто размажу. Вот оно и готово. И отправляем в духовку. 180 градусов. Но пока будет готово. Ну, вот, господа, друзья, я вынула из духовки. В 180 градусов. Мне целый час пеклась в духовке. Я могла заниматься другими делами. Если мне надо было делать как котлеты, я бы стояла все время у плиты. Я посыплю сезамом. Вот так. Мне кажется, что сезам здесь как раз хорош был. Посыплю зеленью. Ну, какая есть. Декорировать уж вы можете, уж как хотите. Получилось так. Я вам постараюсь поднести поближе. Вот так. Посмотрите, как он выглядит. Так. Сейчас я попробую отрезать кусочки. Вот. Я отрезала кусочек. Вот такой. И сейчас я попробую. Ну, вот, господа, друзья, я буду пробовать. Котлеты лентяйки. Котлеты лентяйки с начинкой. Котлеты лентяйки с начинкой. Слушайте, очень вкусно. Да? Очень мягкое мясо. Мягкое-мягкое. Ну, представляете, оно же полутушеное. Я же вам показывала. Оно было очень, ну, таким... Ну, не сухим. Оно было довольно мокрое мясо. Да, такое. Я еще говорила, чтобы он легче распределялся по противню. Ну, там внутри капустка. Ну, я не знаю, может быть, это и запеканка. Ну, по мне это котлеты. Я их буду называть котлетами. И мне это очень удобно. Я еще раз говорю. Потому что я могу целый час заниматься своими другими делами. и не стоять у плиты. Да, ну, вкусно. Вкусно. Я действительно очень люблю. Вот так. Ну, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю. Жду опять на моем канале. Жду опять на просмотр моих рецептов. В надежде, что вы тоже что-то сделаете дома. И удивите своих домашних. И до следующего раза. Ата! Субтитры сделал DimaTorzok